всем привет дорогие мои зрители канала гаджетмане сегодня мы поговорим о том стоит ли покупать последние флагманы в 2016 году или же все таки стоит обратить свое внимание на действительно клевые смартфоны на примере двух смартфонов тем которым я пользуюсь это htc1 m8 dual sim и huawei 6 пи и так это новое видео начинаем поехали на днях я был у своих знакомых в одном очень хорошем интернет-магазине и у одного из работников данного магазина соответственно есть anexus 6 пи так как мы оба интересуемся гаджетами мы соответственно обменялись пару-тройкой фаз каким смартфоном мы пользуемся я сказал что у меня вот этот двухлетний старичок он показал свой наше в nexus 6 пи и соответственно похвастаться им я взял в руки телефон и действительно трубка прикольная прикольная она потому что она практически олицетворяет то видение компании google каким должен быть идеальный android смартфон с другой стороны это очень хорошо собранный с отличными характеристиками смартфон от компании huawei покрутив его в руках и сделав серию пробных фотографий я посмотрел его технические характеристики интерфейс не лагает все очень хорошо все очень хорошо работает и тут мы просто задались целью а давайте сравним в лоб-в-лоб по бенчмаркам данного устройства мой старичок htc1 m8 и nexus 6 пи в разных бенчмарках в antutu geekbench и в epic citadel я сразу хочу сказать что да я прочитал информацию о том что показатели в nexus 6 пи в разных скажем так синтетических тестах очень говорят занижены в связи с чем это связано я пока еще не разобрался но мы получили следующие результаты если сказать что мы были крайне удивлены это ничего не сказать то есть на самом деле мой старичок htc1 m8 даже практически не нагрелся но он конечно же был тепленьким но не горячим nexus 6 пи в плане нагрева тоже был в хорошем техническом состоянии но как вы видите из тех цифр которую сейчас видите на экране htc1 m8 практически во всех тестах опередил поваленный nexus 6 пи друзья чем нам это говорит это говорит нам о том что синтетические тесты я не знаю для чего не нужны до сих пор не разобрался это все-таки мерения скажем так какими-то яйцами пользователей либо все-таки действительно явный показатель мощности смартфона и его быстродействия я знаю что лагов подтормаживание и всевозможных фризов на nexus 6 пи нету то есть я пообщался с товарищем он сказал ничего этого нету смартфон прекрасно работает у него абсолютно прекрасное поведение в повседневной жизни у него отличная камера и все что с этим связано он очень полностью доволен данным смартфоном единственное что надо действительно привыкать к размеру но это происходит как он выразился в течение недели моя мысль в данном видео такова если вы хотите приобрести себе хороший годный смартфон и рассматривайте и и брендов у вас есть к примеру 20000 рублей и вы стоите перед выбором купить пойти galaxy a7 или опять как он сейчас там стоит бог его знает либо вы открываете авито и смотрите и допустим можете приобрести себе к примеру lg g4 ну так чисто гипотетически это флагман скажем так однолетней давности но при этом с очень хорошими техническими характеристиками стоит в принципе точно так же как со средними техническими характеристиками смартфон другого производителя без разницы какого производителя кстати вы выберете главное тут что посмотреть на видео обзоры посмотреть на что стоит обратить внимание при покупке бу устройства посмотреть что вам нужно от устройства камера там или может быть игровая производительность или размер дисплея или может быть наличие сканера отпечатка пальцев или может быть из каких материалов сделан корпус и уже основываясь на этом, соответственно, сделать свой выбор не бойтесь покупать бул вещи, порой это даже лучше, чем покупать новые, но при этом со слабыми техническими характеристиками я считаю так, я по такому принципу живу, да, если у меня есть возможность купить новое я, соответственно, покупаю новое, если такой возможности нет, я смотрю на вторичный рынок и весь его перелопачиваю и останавливаю свой выбор на, допустим, достойных аппаратах, тем более, если у вас есть возможность приобрести бул устройство с хорошими техническими характеристиками за приемлемые деньги, обязательно это делайте, потому что даже если, скажем так, оно вам не понравится вы сможете его перепродать с какой-то небольшой наценкой и при этом на этом примерно чуть-чуть заработать денег то есть в 2016 году мы говорим о том, что оптимизация софта, наличие хороших характеристик является залогом успеха даже от тех устройств, которые прошло один или может быть два года A-бренды, то есть такие производители, как Samsung там, бог с ним, Lenovo или еще кто-то, они иногда грешат тем, что устанавливают свои смартфоны китайские процессоры, допустим, Mediatek что же, это в принципе только мое рассуждение решил вот такое вот видео сумбурное записать для того, чтобы у вас спросить друзья, что вы выберете? Хороший новенький Samsung за 20 тысяч рублей с определенными техническими характеристиками на среднем уровне или устройство однолетней или двухлетней давности с очень хорошими на тот момент техническими характеристиками это флагманское устройство тогда было за те же деньги, но оно в любом случае будет, к примеру, быстрее, лучше, сильнее производительнее устройства за 20 тысяч рублей от, допустим, компании Samsung Samsung